Привет, это программа по гостям и сегодня у меня дежавю, потому что мы снова в чистых прудах и даже идем в гости к той же самой героине Ирине. Сегодняшняя программа будет интересна тем, кто владеет маленькими студиями, потому что прекрасная Ирина умудрилась в квартире своих родителей на 30 квадратных метрах сделать полноценный ремонт и даже выделить место под отдельную спальню. Пойдемте. Героиня нашей сегодняшней программы Ирина Малых. Ирина воспитывает двух детей, увлекается реставрацией старинной мебели и поиском необычных диковинных вещиц для своей квартиры. Сегодня мы гуляем по студии площадью 30 квадратных метров. Ирина, здрасте, спасибо, что вы нас снова пригласили и сердце мое снова замерло, потому что, во-первых, я предвкушаю сейчас совершенно необычную планировку обычной студии. И вы мне сейчас расскажете, что это за квартира такая, для кого? Это квартира для моих родителей, они проживают в сельской местности. И вот эта квартира куплена для комфортного старения, для комфортной старости, чтобы было теплое отопление всегда, не надо было топить печки, разгребать снег. Смогли приобрести вот в ипотеку эту квартиру и, в принципе, оселили здесь ремонт. Вы мне сказали, сколько стоил ремонт, проанонсируйте. Порядка 130 тысяч все вместе с материалами. Очень дешево. То есть мы максимально старались использовать там с прошлой квартиры, там использованы двери межкомнатные, например. Максимально старались использовать авито, оставшийся материал с наших прежних ремонтов, потому что именно такой год у нас был, 2019, по-моему, когда все поменяли квартиры. Мой брат, мы и вот мы приобрели квартиру нашим родителям. И все, что оставалось, все стройматериалы, допустим, обои под покраску, мы использовали в этой квартире, докупив только вот обои компаньоны, как бы, для другой стены. То есть здесь, так же, как и на той квартире, у вас мало что нового? Мало, только кухня. Начинаем. Это у нас прихожая в таких жизнерадостных светлых тонах, и она от этого как будто бы просторнее, правильно? Да, зона прихожей. Здесь в будущем хочется приобрести еще для скамеечку, да, что-то будет приобретено. Здесь вот у нас ключница, чтобы мама... Производство. Да, я еще, еще многие лет назад ее делала, когда только увлеклась декупажем, поэтому такая одна из моих первых работ. Вот специально сделана для сумки. Слушайте, а у меня обычная дверная ручка, правильно? Да, обычная дверная ручка. Какая цель была? Каждый сантиметр этой студии, все-таки квартира-студия порядка 29, 30 квадратов, почти 30 квадратов, хотелось максимально использовать каждый сантиметр. Ну, то есть, понятно, что квартира маленькая, поэтому... И здесь, в принципе, это все стандартно. Вот я сколько была в таких студиях, вот здесь всегда у всех система хранения. У вас за шторкой, за прекрасной льняной шторкой, с прекрасным пасхальным, да, я так понимаю, декором. Пасхальным декором такой вот, да, дочка сшила такую птичку красивую, я решила здесь ее повесить. И тут обычная такая система хранения, правильно? Да, обычный шкаф, просто здесь сделана шторка. Система хранения, в принципе, чтобы было все удобно. Вы не любите дверные шкафы-купе, да? И вообще двери шкафов. Не люблю, совсем не люблю, совсем не люблю. Все было в жизни у меня было уже на каждой прошлой квартире шкафы-купе, и в свое время это очень хотелось, и казалось это обязательным, и по-другому нельзя, надо же, ну, чтобы как у всех красиво было. Ну, многие используют зеркальные шкафы-купе, как единственный вариант размещения зеркала в полный рост. Дальше у нас все очень нестандартное, правильно? А дальше у нас с вами кухня. Да, мы сразу, получается, с вами попадаем в зону кухни. Я вот сейчас встану на месте холодильника. Будет холодильник. Да, здесь у нас встанет холодильник. Вот единственное, что мы приобрели на эту квартиру, это вот данную кухню. Во всем известном магазине мы приобрели дверки. Муж заказал враспил, все это собрал сам. Столешница тоже оставалась от нашей кухни. Да, то есть там, где зеленый диван у меня стоит, не хотелось кухню сделать, но потом уже мы поняли, что диван необходим. Видите, она, стандартная столешница, по-моему, идет 60 сантиметров. 60, да. Здесь она сделана меньше, по-моему, 50. Специально перевернута раковина. Вот, и здесь расположена перевернута. Обычная варочная панель вот так располагают, да? Но это ведь идеальное решение, действительно, да? Если здесь ни пироги, печень, ни огромные. Хотя даже вот тут вот, только хорошая, рабочая, зелона. Прижимаем, все можно сделать, потому что здесь есть все розеточки под выход. И если нужно, будет потом конвекционный шкаф какой-то маме поставить. Сейчас небольшие, компактные продаются. Очень ведь удобно, да? У вас получается нестандартная вот эта вот глубина столешницы, да? Но при этом почему-то достаточно серьезная рабочая поверхность. Ну да. В принципе, я считаю, что на моей кухне там вообще площадь приготовления еще меньше. И очень удобно. Вот так вот приготовил, накрыл на стол. Даже ходить никуда не надо. Очень все здорово. И я еще с прошлой вашей квартиры смотрю вот на вот эти вот прекрасные открытую систему хранения. Это тоже на заказ как-то сделано или где-то вы тоже... Да, тем же мастером на заказ. То есть для меня мастер из досочек сделал по моему проекту. Я уже просто покрыла маслом для дерева. Ну, здесь я считаю, что открытое хранение, ну, здесь просто необходимо. Ну, куда здесь, если верхние шкафы? Вот мы, обратите внимание, верхних шкафов нет. Потому что я считаю, что это будет утяжелять пространство. Стол у нас здесь тоже советских времен. Это родительский стол. Обычный деревянный, правильно? Обычный деревянный стол. Здесь единственное, только в столешницу мы покупали ее. И я тоже покрывала. А остальное, в принципе, здесь все родное. Покраска вот моя. Я правильно понимаю, что вы красили, да? И табуреточки тоже вы красили? Табуреточки, да. Чтобы у нас появился комплект мебели, так сказать, чтобы их объединить в один ансамбль. Вот было. Такое решение принято. Очень мило. Очень... И особенно вот эти вот окрашивания нижней части, вот эта вот штучка. Носочки. Носочки, да. Такие вот кусочки, да. Носочки на мебели. Как вам пришло такое в голову? Вы где-то увидели? Потому что в стандартных студиях, в таких, я их видела много, все всегда очень... Вот после этой зоны, да, то есть сразу же здесь начинается кухня, да, то есть тут стоит какая-нибудь барная стоечка или стол, там диванчик. А у вас вот здесь вот вы решили. Как это вы так? Зачем? Стоял вопрос размещения обязательно кровати. Это вот просто было обязательно, потому что все-таки нужно спать на кровати. И размещение именно двух людей, чтобы здесь была возможность разместить двух людей. Вы умудрились на площади 30 квадратных метров сделать полноценную кухню, гостиную, и вот за этой стенкой там, где у всех. Кухня обычно бывает, у вас спальня. Да, получилась маленькая спальня. У меня первый вопрос сразу же. Ну, это, во-первых, прекрасно, да. Тут действительно одноместная кровать, полноценная маленькая комната. Вытяжка спасает ситуацию? Да. Очень-очень переживали, что будет душно. И действительно были такие опасения, но рискнули. И вот я сама лично ночевала здесь, и вытяжка отлично работает, поэтому хочется даже под таким ватным теплым одеялком ночевать, потому что там достаточно свежо, такой постоянный приток свежего воздуха, и там спать намного комфортнее, чем, например, здесь. Вот здесь душно, жарко, может быть, хочется постоянно проветрить, а в этом помещении проветрить не хочется. И действительно, я вот сюда захожу, здесь свежо. Нет ощущения, что ты в шкафу-то? Нет ощущения, что в шкафу. Даже можно гостей принимать. Обычно же в квартире 30 квадратных метров, да, сложно представить себе, как-то я тут вот размещу кого-нибудь, переночевать там, и тогда нет, можно взять. Сюда здесь закрыться. И многие могут у бабушки спокойно приходить и также ночевать, и будет тоже всем комфортно. Диван здесь у нас двухспальный, он раскладывается на полноценное двухспальное место, и, в принципе, здесь может расположиться два человека, а то и семья с ребенком, да. И ночничок. Вообще красота. И цветочки. И цветочки. Здесь все-таки мама, мама подбирала обои, она уже выбирала мы с ней. Это уже мама. Это все-таки мамин выбор, конечно. Единственное, что я говорю, мам, давай вот на остальные стены сделаем однотонные серенькие обои, и мама сказала, да, это действительно современно. Ой, и вот это вот тоже, да, стеклянное, позволяет туда проникать свету, да, и это вот тоже здорово. Классно. Полноценно. Я первый раз такое вижу, честно. А тут обычно у всех стоит, ну, то есть там вот у всех кухонька, здесь у всех стол, а здесь у всех диван. У вас здесь вот такой вот какой-то неописуемой красоты. Ну, это тоже удалось найти. Этот столик отдавали даром, желающих было на даром очень много. Конечно, я решила идти в обход всех и предложила аккуратно 500 рублей. За 500 рублей отдали очень быстро мне. Вот, и поэтому, я так полагаю, это часть буфета. Потому что, когда я с этим работала, я поняла, что здесь была верхняя часть. То есть, да, она отсутствует, но она, в принципе, не нужна. А вот это новая столешница или родная? Нет, здесь все родное, здесь все родное, просто. И я максимально мало работала, я работала только с ножками и с верхней частью. То есть, очень, да, это очень быстро, это работает буквально два дня у меня было, ну, не по целому дню, конечно. Очень красивый цвет. Просто покрытие, а осталась оригинальная вот эта вот, лакированная, да, мебель? Да, да. Да. И там тоже система хранения. Полочка, система хранения. Вот. И он так гармонирует вот с этим столиком. Журнальный столик, это родительский столик. Тут у вас вообще прямо прекрасный уголок. Сразу хочется присесть. Вообще. Очень красивый уголок. Тут ведь тоже, да, я так понимаю, это родительский столик, да? Родительский столик и родительская бра. Вот я с детства помню, что она мне очень нравилась, как она светит, она висела в моей комнате. Потом она переехала в другую комнату, но она мне всегда очень нравилась. И я ее все-таки хотела забрать к себе в дом, в который мы строим. Но поняла, что здесь она будет более идеальна и гармонична, и будет служить родителям. И когда здесь выключен свет, тут зонами включается свет, то с этим светом очень уютно. У вас вообще очень весенний интерьер в этой квартире, да? И вот мы здесь сейчас вечная весна, круглогодичная весна будет в этой квартире. Я рада, что у вас такие ощущения. Ну почему-то да, потому что, во-первых, все светло, все цветет. Очень здорово. Ну и портьера, да, у вас есть обычная, стандартная. Потому что это сейчас никто оттуда не подглядывает, да? А со временем там все равно что-нибудь вырастет, да? Какие-нибудь дома. Ну вот еще рулонные шторы будут на каждой секции. Они уже приобретены, просто не повешены. Мы их повесим и для такого плотного, чтобы эта солнечная сторона, и блэкаут будут плотные, чтобы не нагревалась квартира сильно. Во второй половине дня, да, здесь солнце. Во второй половине дня, здесь после двух солнца идет. У вас тут, я не могу не... Это тоже родительское? Это папа такой трофей привез с армии. То есть ему там подарили. А можно, да? Да, это в Казахстане. Это настоящие? Да, настоящие вот такие рога. Чудеса. Да, и вот это вот тоже какая-то очень с историей вещь, или нет? Да, тоже это моей маме подарила моя бабушка, получается, и свекровь. Там, при рождении внука, по-моему, брата моего. Как это вы так делаете? Вы приезжаете к родителям и говорите, так, вот это я заберу в новую квартиру, вот это заберу в новую квартиру, да, это там будет красиво. Ну я примерно говорю, мам, что будем забирать вообще? Понятно, что там большая была трехкомнатная квартира, вот они ее сейчас продали, проживают в другом доме. Вот, понятно, что все невозможно забрать. И сначала родители старой закалки, они говорили, что все будут забирать. Лакированные шифонеры, трехстворчатые стенки. Но когда вот оказываешься уже в отремонтированном пространстве, где, в принципе, все уже приспособлено для жизни, и оно уже реализовано. У вас, мне интересно, а ванны-то с туалетом тоже нестандартные какие-то? Ну, я думаю, что обычные, но пойдемте посмотрим. Пойдемте. Они на стандартном месте хотя бы. Да, да, да. Весна, я же говорила, у вас везде весна. Ванна, слышите, просторно, очень просторно. Ванная комната. Я считаю, что обычная белая плитка – это идеальный вариант, который не надоест никогда. Единственный момент, маме очень хотелось использовать зеленую плиточку. Она у нее была много лет, она печку хотела ей в дыровском как бы сделать, но вот руки так и не дошли. Поэтому эта плиточка, она абсолютно новая, она легла здесь на эту стену, гармонично вписалась. Акцентная стена. Акцентная стена получилась. Железинные дверки, да, вот эти вот мои любимые. Да, она, дверочка открывается, и там система хранения. Слушайте, тоже очень здорово. И у вас тут шторка, да? Ну да. Вместо экрана, потому что я вот знаю, что очень многие не любят вот эти вот экраны, пластиковые особенные экраны. Хотелось, хотелось деревянный все-таки. Возможно, мы со временем и поменяем на деревянный. Пока вот висит такая шторка, я считаю, зачем столько места пропадать под ванной? Ну и вообще шторка, на самом деле, достаточно функциональная история. Снял, постирал, да, все сделал. Очень даже удобно, особенно если она есть какой-то, например, не очень промокаемой или какой-то достаточно плотной ткани. На дерево в ванной не боитесь использовать? Я так вижу, что оно вот это вот не обработано. Нет, не боюсь, потому что, ну что, здесь же не такое влажное помещение. Это вытяжка, да? Вытяжка есть, вытяжка есть, не такое влажное помещение, как, например, эта баня, например, да. Все равно здесь постоянная вентиляция. Поэтому я думаю, что сейчас же очень много используют дерево на потолок, даже используют в ванных. В комнатах это прямо тренд такой. Здесь у вас натяжной, да, потолок? Да, натяжной. Ну, максимально какой вот сейчас на данный момент получается недорогой потолок, это натяжной. Единственное, что матовый, как бы такой, чтобы не кидался в глаза. Но я люблю много света, люблю, чтобы везде было много лампочек. Пусть их будет больше, чем даже нужно, но зато будет светло. Чем потом всегда жалеть, что здесь темно. Ну и вот я не могу не отметить, вы даже из санузла, вы делаете музейные полочки у вас обязательно есть. А это кто? Кто это? Откуда это шарик какой-то? Ну вот так же было у родителей. И хранилась такая собачка. Мама говорит, статуэтки я, конечно же, заберу. Такие памятные, советские именно. И я думаю, что самый главный вывод, который мы можем сделать по вашим санузлам и в той квартире и в этой, что даже в туалете, в ванной можно сделать полочку с какой-нибудь милотой. Уют в доме – это хобби просто. У вас получается. Очень красивый, Ирин, правда. И еще я хотела спросить про балкон. В студиях стандартный способ увеличения пространства – это утепление балкона. Вы планируете? Да, мы планируем утеплить балкон, но мы не будем, конечно, убирать. Дверь мы не будем убирать, все останется на прежних местах. Но чтобы мама могла там цветы поставить, например, кресло поставить. Просто там, чтобы отдыхать, дышать свежим воздухом, в любую погоду и в любое время года, то планируется все-таки этот балкон утеплить. Да, у вас тут. Да, потому что… Просторно. Просторно. Лоджия большая, просторная. И стул какой-то прекрасный ждет своей, видимо, своего часа, да? Да, да, вот такой стульчик. Это вот мои первые работы, которые я считаю испорченными. Которые ждут своего часа. Которые ждут своего часа, да. Цвет шикарный, конечно. Ну и, в общем, вы собираетесь здесь это пространство все-таки обустроить, да? Конечно, конечно. Многие обустраивают на лоджиях, там, рабочие места себе, кабинеты, да. Тут можно просто оранжерею какую-то устроить. Ну, скорее всего, у мамы здесь будет именно оранжерею. Рабочее место. Она, да, она цветовод, вообще такой любитель. Ирина, спасибо вам большое, что вы нас пустили в это прекрасное, нестандартное, уютное место. Я думаю, что после просмотра нашей программы очень многие по-другому посмотрят на студию и ее возможности, да? Потому что 30 квадратных метров – это не так уж и мало. Слушайте, вот здесь вот у вас сплясать можно. Так даже когда диван полноценный раскладывается, здесь спокойно можно проходить. И, в принципе, по-прежнему комфортно даже при разложенном диване. Поэтому я считаю, что 30 квадратов на двоих – это, ну, хорошая, приличная квадратура на человека в городской квартире. При правильном размещении всего. Да, при правильном размещении. Идеально, я считаю. А когда сюда еще приедут ваши родители, внесут сюда жизнь свою, да, свою энергетику, вообще цены этому места не будет. Ирина, спасибо большое. Я не устану повторять, что вы волшебница. Спасибо вам. Если у вас еще где-нибудь есть какие-нибудь уютные уголочки, приглашайте нас, мы всегда к вам приедем, будем рады. Будем стараться. Ну и творчество вам творчество. Спасибо. Спасибо, Ксения.